Великому гению Леонардо да Винчи принадлежат слова «Познание стран мира – это украшение и пища человеческих умов». В этой программе «Путеводитель по Израилю» мы совершим увлекательное путешествие в известную долину с устрашающим названием Гиена Огненная, а также узнаем о малоизвестных традициях древних захоронений и познакомимся с сенсационным археологическим открытием в потайном репозитории древней гробницы. Это и многое другое смотрите в сегодняшнем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы в Иерусалиме. С южной стороны старого города и под нами простирается прекраснейшая долина. Но в Библии она имеет страшное название, ужасающее – Гиена Огненная. Почему ей дали такое название? И на самом деле она настолько страшная и ужасная. Мы сегодня узнаем у израильского гида Баруха Керемом. Барух, шалом! Шалом! Что нас ждет сегодня? Гиена Огненная. Приглашаем телезрителей. Добро пожаловать! Будем разгадывать древние загадки священных писаний. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы находимся с юго-западной стороны Иерусалима. Здесь вы видите карту города, какой он был при римлянах. И долина, которая называется в Библии первоначально Гай Бнейхеном. Позже она стала называться Гейном, сокращенно. Она идет вот примерно вот так вот до Явских ворот. Вокруг западного предела города. Поворачивает на юг и является такой природной защитой города с запада и с юга. Здесь она встречается с долиной Кедронской, которая также была природным, так сказать, барьером для атакующих город. И, в общем-то, Иерусалим. Вот он, его форма продиктована этими двумя долинами. И мы сегодня путешествуем от Явских ворот у меня за спиной. Вот так вот вдоль западного и южного края долины. И, возможно, мы спустимся даже ниже до их встречи. Вот мы спустились с нашей первой обзорной точки в долину. Вы видите, за моей спиной крутые склоны. Это значит, что несущиеся потоки воды дождевой прорезали породу. И поэтому здесь такие спуски. Сегодня эти склоны используются для скалолазания. Это такое израильское развлечение местное. Мы называем его снеплингом. И делается это, конечно, тоже лицензировано. И вот долина дальше, она уходит на восток, где она встречается с долиной Кедронской. Друзья, даже сейчас видно, как зелена долина после более чем полугода отсутствия дождей. И почему? Откуда здесь вода? Дело в том, что со всех склонов сюда стекают природно маленькие такие, что ли, ручейки. И роса собирается внизу, и долина всегда, а рашина всегда зеленая. Эта долина, она называется долина сыновей Эйнома. Кто были эти люди, мы не знаем. Но получается так, что в Библии она упоминается несколько раз. И значит, что этот Эйном, это был какой-то богатый человек, раз он мог позволить себе иметь самую лучшую землю, в отличие от скалистых утесов вокруг. И значит, здесь он мог заниматься сельским хозяйством. Кто были его сыновья, мы не знаем, эта информация потеряна. Но, вероятно, это были люди сильные, которые могли отстоять свой кусок земли и свои урожаи. И долина, она имеет такой большой перепад высоты. То есть здесь всегда много воды в зимнее время. И всегда много наносов, всегда много хорошей почвы. Да, друзья, вы видите, как раз сейчас, что сюда пришли арабские ребята с лошадьми, прогуливаются. Получается, что ничего не изменилось в жизни Иерусалима. Точнее, не особо что-то изменилось в жизни Иерусалима за многие тысячи лет. На этих холмах вокруг до сих пор выпоставят овец и коз местные жители. Ну и вот лошади тоже тут присутствуют. Кстати, интересно, возможно, будет узнать, что лошади появились в Израиле только при царе Соломоне. Их приводили из Египта. А до этого вся кавалерия царя Саула и Давида пользовалась ослами и мулами. Долина сыновей Эйнома, она являлась границей между коленом Иуды, вот здесь темным на карте, и маленьким коленом Вениамина, который на самом деле был одной из самых сильных колен в Израиле. И получается, что Иерусалим, который находится у меня за спиной, он как раз в колене Вениамина. Многие думают, что он иудейский. Нет, он в колене Вениамина, а вот все, что за кадром, это уже колено Иуды. И получается, что такая вот натуральная была граница. В библейской истории в этой долине происходили события, которые, можно сказать, ужасали. Израильские цари, которые должны были поклоняться Господу Израиля, начинали уподобляться местным жителям и приносить здесь, посвящать своих детей в жертву различным богам, в частности, Баалю и Молоху. И вот такие вот происходили страшные события. Мы не знаем точно, было ли это сжигание детей или просто их проводили через какие-то костры, но, в общем-то, какие-то здесь такие обряды происходили. И поэтому это место начало ассоциироваться с чем-то нечистым, с чем-то отвратительным, то, что совсем не должно быть присуще Израилю и его святым людям. Пророк Еремия называет эту долину долиной Тофет. Мы не знаем точно, что обозначает Тофет. Вероятно, это было какое-то религиозное, ритуальное место. Но он говорит, что это место, оно будет местом наказания за грехи иудеев, за грехи израильского народа. И действительно, вы знаете, что здесь, вдоль этой долины, было много природных пещер, да и сейчас есть, и их использовали для погребений. Так вот, когда Еремия говорит про наказание для Иерусалима, он говорит, что вся долина Тофет, она будет усеяна телами убитых, и даже некому будет их похоронить. Вот такая вот беда должна была прийти на иудею за непослушание Богу. Я хотел бы уделить небольшое внимание тому, как развивалась теология ада в еврейских верованиях. Первоначально, во времена первого храма, скажем, во времена Давида, Соломона и царей после них, место смерти называлось на иврике Шеол, место смерти туда, куда уходили умершие. По сути, это была могила или все, что под землей. Со временем в псалмах, в псалмах Давида и других людей появились такие пожелания, что пусть нечестивые погибнут в Шеоле, пусть нечестивые сойдут вот в это место смерти. И, по сути, Шеол начал рассматриваться как место наказания грешных. А после таких очень резких слов Еремии, когда он говорит, что вот просто погибнут грешники в долине Туфет, то эта долина начала ассоциироваться с таким местом наказания грешников. С IV века до н.э. в этот регион пришла греческая власть и греческая мифология. И постепенно идея ада, идея, то, что в греческом называется хедес, или царство Аида, оно вошло также в еврейскую культуру и сознание. И поэтому, когда Иисус уже приходит на эту землю, он говорит, что это место, гиена огненная, она уподобляется месту огня, месту наказания. Но вот что интересно он учит, что это место никогда не было приготовлено для людей. Ад, он был приготовлен для сатаны и его ангелов. Я зачитаю из Матфея 25 главы 41 стих. А затем царь скажет тем, которые по левую руку, речь идет о суде, «Прочь от меня проклятые, ступайте в вечный огонь, предназначенный». Смотрите, кому? В вечный огонь, предназначенный дьяволу и его ангелам. То есть, когда Иисус говорит про окончательное наказание, окончательный суд, он говорит, что огонь не был предназначен для людей, он был предназначен для дьявола. То есть, получается, что люди, которые идут за дьяволом, делают его своим богом, то они и наследуют его участь. То есть, в плане Божьем никогда не было, согласно Библии, чтобы люди шли в ад. Нет такого. И даже в конце Библии, в самой последней книге, откровение говорится, что смерть и ад будут брошены в озеро огненное. То есть, даже в Божьем плане нет, чтобы смерть и ад продолжались всегда. То есть, они будут куда-то брошены в какое-то озеро. Но, вот таким вот образом, Шеол, место смерти, потихонечку стал местом наказания, и потом уже Иисус говорит о нем как о месте такого возмездия. Существует расхожее мнение о том, что это долина сыновей Эйнома, Гейном. Она была местом городской свалки, где сжигали мусор, где догнивали остатки различные, еды или даже каких-то тел умерших. И, вы знаете, археологи не нашли никаких этому подтверждений. Ни слоя пепла, ни костей, ни результатов гниения. То есть, ничего такого, что бы намекало на эту теорию. Вот вдоль, получается, всех этих утесов находились могилы. И вот в данном случае у нас есть тот пример, высеченный в скале. И как раз высекать в скале себе могли позволить могилы только богатые люди. То есть, можно сказать, что израильская элита времен первого, второго храма, а часть из нее была похоронена именно здесь. И как раз вот у нас есть такой пример. Друзья, мы уже много сказали о гиении, о могилах, аде и наказаниях. И мне хотелось бы продолжить эту передачу теперь в более позитивном ключе. Мы поднялись из долины на ее южный склон. И вот здесь вот, возле шотландской церкви, было сделано удивительное открытие, тоже в могильном комплексе, кстати, которому нет аналогов в мире. И сюда я вас приглашаю, чтобы вы вместе исследовали, что здесь. В 1979 году эту часть тоже, как вы видите, исследовал израильский археолог, сегодня это доктор Габриэль Баркаи. Сегодня это мировое имя, и, в общем-то, здесь он занимался своими изысканиями. Что он здесь нашел? Он нашел могильный комплекс, который был частично поврежден при строительстве церкви прямо сверху. И также в турецкой, турке здесь прокладывали дорогу, и часть могил была просто уничтожена. Тем не менее, что осталось, было исследовано. И прежде чем я расскажу о самой значительной находке здесь, я хотел бы в целом рассказать, как хоронили в Израиле в древности. Итак, мы находимся сейчас в помещении, которое когда-то было искусственно созданной пещерой. Здесь была природная скала, которая со временем обвалилась, поэтому все это место сейчас обнажено. Но в целом, представьте, что мы под землей. Итак, что здесь было? Большая такая внутренняя комната, из которой шли меньшие, как, например, в которой я нахожусь. И здесь было типично несколько полок. Например, здесь полка для одного тела, полка для другого, и здесь полка для одного тела. В этом случае у нас полка для один, два, три, четыре, пять, для пяти тел. Иногда было просто одно. Итак, что делали с мертвыми? Мертвых омывали. Иногда клали благовония на них, заворачивали в ткань и клали, ну, скажем, вот на такую вот полку на год. Вход в пещеру закрывали камнем для того, чтобы дикие животные не растерзали труп. И за год тело усыхалось. В общем-то, оставались только кости и немножко остатки. Остатки тела доставали. Сухую плоть снимали с костей. Окей. И кости складывали в нишу, выдолбленную под одной из полок. Такая ниша называлась репозиторией. Без всякого порядка туда сбрасывали кости, а полка оставалась для другого члена семьи в будущем. Таким образом, это была такая семейная гробница. И она могла служить многим и многим поколениям. И так хоронили богатых людей во времена первого храма, от времен Соломона до времен Седеки, когда Иерусалим пал под вавилонянами. Что интересно, не было индивидуального захоронения. Когда здесь лежали кости человека, потом их скидывали в репозиторий, и его сын, и внук, и правнук тоже были похоронены здесь же, то эти же кости соединялись с костями их отцов, дедов и прадедов. И вот в священных писаниях есть такое удивительное выражение, когда ты умрешь, ты присоединишься к своим отцам. Или дни твои закончатся, и ты уснешь со своими отцами. И это не образ, это фактически то, что происходило, что кости человека умершего соединялись с костями его предков. И что археологи нам говорят из такого вот захоронения? Они говорят, что не было вероятно, не было веры в воскресенье. Вот такую вот идею предлагают. Потому что все в одно место идут, все идут в Шеол, то есть вот в могилу, это Шеол, и все, все умерли, конец. Ситуация изменилась во время пророка Даниила. В книге Даниила написано следующее. 12 глава, 2 стих. То, что сказал Даниил, стало революционным в теологии евреев. Здесь он впервые сказал, что будет воскресенье мертвых, и люди восстанут для суда, но одни для жизни вечной, а другие для осуждения. И с тех пор способ захоронения в Израиле изменился, могилы стали быть индивидуальными. В чем, собственно говоря, была разница? Со времен Даниила тело, которое клали на эти полки, также через год его очищали от остатков плоти, но теперь кости больше не складывали в такие репозитории. Их хранили отдельно. Что делали? Из камня высекали каменные ящики, которые назывались асуарии. Длина асуария была равна длине берцовой кости, которая самая длинная в теле человека, и ширина этой коробки была равна ширине черепа. И таким образом кости складывали в коробку, на боку писали, кому она принадлежит. И такую коробку ставили где-то здесь же, в этом погребальном комплексе, но уже отдельно от других. И таким образом полки освобождались для следующих поколений, а тела, уже кости усопших, были в индивидуальных захоронениях. Кстати, вот этот асуарий, это один из самых красивых и дорогих, он находится в Израильском музее, и на нем написано имя Иосиф Каяфа. То есть, по всей видимости, что это тот самый Каяфа, который осудил Иисуса и выдал его римским властям. Итак, во время раскопок в 1979 году этот комплекс исследовали, и здесь был репозиторий абсолютно стерильный с археологической точки зрения. Что это значит? Это значит, что грабители могил давно все отсюда вынесли, потому что вместе с умершими телами клали какие-то дары, какие-то ценные предметы. Кроме того, турецкая армия использовала эти ниши для хранения военных припасов. И часть из них была найдена в этом комплексе, поэтому археологам здесь оставалось только все замерить линейкой, сфотографировать, описать и все. И одному молодому парню, который участвовал как волонтер, 13-летний парень, ему дали задание эту нишу вычистить просто от мусора и так далее. Он это сделал. И сидя, он заскучал, у него был молоток, и он начал от скуки бить им по камню, просто по полу, и к его удивлению, это оказалась плита, которая закрывала вход в подземную нишу, о которой никто не знал. Плита раскололась и рухнула, и об этом, конечно же, доложили археологам. Под этой плитой, в этой нише, нашли тысячу различных объектов, которые клали туда как дары для захоронений. Я хотел бы зачитать вам, что здесь нашли. Нашли 125 объектов, сделанных из серебра, 40 наконечников стрел, части сделаны из золота, слоновой кости, стекла, керамики, оливковые лампы, кости и около 150 полудрагоценных камней. Также иголки и заколки. И это было единственной находкой, сделанной нетронутой когда-либо в нашей земле, да и, наверное, вообще в этом регионе, которые начали использоваться примерно в 7 веке до нашей эры и использовались даже после разрушения Иерусалима в 6 веке до нашей эры. Таким образом, здесь нашли самые такие древние находки, уникальные, которые дали понимание, во что люди верили, чем они пользовались и так далее. Среди этих находок было два абсолютно уникальных объекта, которым мы уделим особое внимание. Здесь нашли два маленьких серебряных свитка, совсем манюсеньких. Один из них сфотографирован, и я расскажу сейчас про второй. Первый свиток был размером всего-навсего 2,5 сантиметра на 10. В итоге он был завернут колечком. Когда взяли пробу серебра, оказалось, что это серебро высшей пробы. Самое высокое серебро из возможных. Подумали, вау, откуда может быть серебро в 7 веке до нашей эры такой пробы? И тогда обратились к книге псалмов, и вот что нашли. В псалме 11,7 говорится, «Слова Господа, они чисты, как серебро, переплавленное в плавильне и очищенное 7 раз». То есть получается, что из псалма мы узнаем, что переплавляли серебро в земляных печах 7 раз, пока не получали высшую пробу. И как раз здесь пример такого серебряного свитка. И также нашли второй. Для того, чтобы их развернуть, не повредив, не обломав вот эти серебряные кусочки элемента и не расплавив, ушло 3 года. На одном свитке было написано цитата из Второзакония 7 главы 9 стих. «Знай же, что Господь, Бог твой, поистине Бог надежный, Он верен до тысячного поколения договору с теми, кто Его любит, и исполняет повеление Его». Представляете, такая цитата. На второй список, который вот здесь вот сфотографирован, оба они находятся в Израильском музее в Иерусалиме, было священническое благословение. Этот список был чуть-чуть меньше, 11 миллиметров на 4 сантиметра, совсем манюсенький. И там было написано, «Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе шалом». Это священническое благословение, и это самые ранние тексты вне Библии, которые когда-либо найдены были. По крайней мере, они на 400 лет старше, чем самый старый свиток Мертвого моря. То есть это была поистине уникальная находка, и датировка основывалась на шрифте, потому что этот шрифт был известен. То есть это, в общем-то, 7 век до нашей эры. Уникальная абсолютно находка, и в мировой практике такой больше нет. Поэтому мне очень приятно знать, друзья, что самые старые библейские тексты, они говорят о верности Господа и о том, как Он благословляет людей. Такие свитки, они были закручены, носились на шнурке вокруг шеи, может быть, возле сердца. Это были такого, не то чтобы амулеты, но напоминания. И они стали прообразом, вероятно, они стали прообразом сегодняшних тфелинов, таких коробочек, которые ортодоксальные евреи накладывают на лоб, там внутри тоже библейские тексты, для того, чтобы произносить молитвы. Друзья, это место, которое уже с археологической точки зрения было выеденное яйцо, где оно было пусто, была построена церковь, и дорога, и все давно разграблено. Казалось бы, что здесь искать? Но, тем не менее, самые ценные вещи были найдены вот в таком вот месте. И меня это наводит на мысль о том, что никогда не стоит останавливаться в своих поисках, в своих стремлениях, всегда находить, всегда стремиться. И путеводитель по Израилю это одно из окон в мир, которым вы можете пользоваться и путешествовать виртуально, или также по факту. Добро пожаловать в Израиль! Субтитры подогнал «Симон»!